Гуляй, Настя Гуляй, Настя Гуляй, Настя Гуляй, Настя Дома фольклора Свердловского, где тоже плотно взаимодействовали родители у меня с ними и организовали в Сургуте школу русской культуры, были активными участниками школы народной культуры в Екатеринбурге и получается, что я вырос в экспедициях, жили мы на Дону, жили в Сибири, потом переехали на Урал и получается, что вся жизнь была неотрывна, то есть я не знаю, как по-другому, без народной музыки, без фольклора, без традиционной культуры В каком вы приеме в стране это освоили? В каком возрасте? Балалайка, освоил я его уже лет, наверное, ну может в 6-7 уже играл то есть я просто видел, как отец играет, и мы все время ездили и когда ты приезжаешь на какой-то фестиваль, там же тусовка, молодежь, и тоже хочется чем-то показаться вот, чего-то спеть, чтобы чего-то спеть, еще подыграть как-то вот, и самое ближайшее, что было, это отцовская балалайка, на которой я и начал играть Ну, ты самый такой элементарный? Музыкальную школу, да, по балалайке, но это уже как раз как развитие той базы, которая появилась в результате той работы, которую с нами родители проводили Я сам вырос в подростковом казачьем ансамбле, который отец у нас с детьми проводил В Екатеринбурге, да? Да, в Екатеринбурге, у меня родители-педагоги, они написали целую программу основы этнической культуры для младшей и средней школы и я, получается, в этой программе и вырос воспитанный песнями, пляской, народной борьбой, в частности немаловажную часть которой многие элементы БЗ составляли вот этой программы и, получается, я в этом рос Вот эта программа, написанная вашими родителями, она сегодня как-то распространяется? Не только в Крыму, а вообще? Она Или только в рамках вот той школы, где они преподают? Ну, они по ней живут и преподают до сих пор То есть сейчас у меня уже мои братья, одному 10, другому 7 У них свой ансамбль вот такой же детский, юношеский, в котором они работают Периодически они ездят, проводят семинары Но, опять же, такая программа, она Актуальна для педагогов, у которых Есть свои дети Кто понимает, что это такое И Если это девчонки, то знакомы с традиционной женской культурой А мальчишки с традиционной мужской культурой Эта программа строится на комплексной работе Это и пение, это и движение пляска, это и работа рукоделия Вот я с детства учился там разным ремеслам Из бересты делать, из плести пояски, потом ткать То есть у нас в школе, в школе народной культуры на тот момент Был предмет, я уже сейчас не помню, как он назывался Но, по-моему, это по изо мы делали или по фольклору Мы прямо делали, сдавали на оценку пояс топковый То есть надо было сделать, нас проверяли, чтобы ниточки хорошо там были И так далее То есть комплекс такой, он кем-то преподается Кто-то уходит более узко Но конкретно по этой программе, если говорить Она сейчас в большей степени у нас по фамильному древу развивается У вас, я так понимаю, родители казачьи, уральские казаки? Да, ну отец у меня сам отсюда, родом с Москвы А мама с Урала, у нее вот с Волги По волжскими как раз направлениям А батя как раз ближе на юг туда еще Итак, вот насчет семи-восьми лет балалайка, да? Да А потом, вот какие еще инструменты и какой репертар у вас твали? Потом, ну, поскольку для молодежи всегда интересны всякие вещи в тренде Как это принято говорить Вот, а в мое время в тренде, как и сейчас, слава богу, был русский рок Поэтому, кроме народных песен на балалайке, я играл там звезду по имени Солнце Там серебро, бидва и так далее То есть то, что было на слуху, но при переложении на балалайку звучало достаточно интересно Тем более, что пальцы не позволяли на гитаре что-то делать Поэтому балалайка была первым инструментом Вторым как раз была гитара Третьим таким серьезным инструментом была гармония Но это уже ближе к сознательному возрасту Я попала не так эпично, может быть, в фольклорное движение и в эту тусовку У меня мама занималась фольклором, но занималась она немножечко по-другому То есть она получала образование Она училась в институте культуры, на отделении хоровое дирижирование В Москве, да? Да, здесь, в Химках Сейчас Степан там учится Я там учусь И получив это образование, она, ну, пожалуй, сколько-то в Москве Уехала в Екатеринбург, в прошлом Свердловск И там устроилась на работу в Дом фольклора Вот там, когда она там жила, работала Ее задачей была оцифровка записей Выезды какие-то, они ездили к бабушкам, записывали что-то Научная такая работа У нее началась научная Не педагогическая, к которой ее готовили, а вот, скорее, научная Вот, издавали книжки, ну, в общем, методическая работа А дома пели у вас родители? То есть, до какого-то момента она пела на работе, то есть, у них там был какой-то небольшой ансамбль из этих же методических работников Вот, но... В том числе, участница ансамбля моей мамы, которые потом пришли работать в Дом фольклора Родители были знакомы раньше, чем мы Задолго Вот, и я не слышала, чтобы она пела Вот, до какого-то определенного возраста я не слышала Меня в 4 года отдали на скрипку Я получала академическое, классическое образование, сольфеджиум, с литературой, все было очень серьезно Да, я училась в Уральском музыкальном колледже Ну, у меня было вот самое серьезное музыкальное образование, которое вот можно дать ребенку Вот Все по скрипке в колледже По скрипке, да Это вот колледж, с первого класса дети поступают и 12 лет не учатся Вот, собиралась поступать в консерваторию, думала, там, оркестре буду играть, там, может, еще что-то Вот, но в какой-то момент, ну, как-то так жизнь повернулась, что Я поняла, что мне, ну, мне не хватает То есть, ну, мы играли Моцарта, играли Чайковского И вроде бы все это душеполезно, с одной стороны Но смысла нет Не знаю, может быть, связано с тем, что музыка без слов, она не несет в себе столько, сколько несет песни И вот произошел у меня в жизни переломный момент Я попросила маму, чтобы она меня познакомила со своей деятельностью Потому что в детстве как-то она меня приводила Что там было летом в переломном? Переломный момент, это вот 16-17 Заканчивали в колледже? Я заканчивала, да Вот, и я попросила, чтобы она взяла меня с собой на работу Мам, я с тобой куда-нибудь Все, и в первый же день я встретила Степана Мы, это была репетиция к свадьбе Просто фольклористу помогали провести свадьбу простым людям С традицией, да Те как раз, кто хочет, чтобы в жизни их были традиции Да, и мы как-то разобщались И эти песни, они так легко мною воспринялись Конечно, у меня не получалось То есть, несмотря на то, что у меня подготовка была колоссальная У меня не получалось понять, как же это вот Ну вот вроде мелодия, это та же, но вот она идет Я ее понимаю, слышу, могу нотами записать сразу Ну то есть, не проблема Но спеть так, чтобы это было интересно и красиво Никак Вот И И Меня это зацепило И я начала петь Я просила Степана Я, наверное, не отлипала от него очень долго И мы пели, пели, пели Ночью, утром Мы ездили по каким-то фестивалям Даже по каким-то вот реконструкторским Мы приезжали Наводили там Ну, Степан, он все время наводит какой-то вот Движух, какой-то кипиш, шухер Все собираются на вечерку, хотя Кроме него, наверно, никто и не понимает В общем-то Кипиш, шухер Кипиш, шухер, да Фортлор Вот Хотя никто, в принципе, не знаком с этими танцами, с этими песнями Но Народ Рядом со мной начинал Как-то вот Загораться Так вот, как огонечки И это Ну это настолько меня втянуло Что Я поняла, что это жизнь Это вот то, что есть жизнь Вот Мы съездили на несколько фестивалей, на несколько конкурсов К моему удивлению мы сразу там все призовые места, все И ну Вы тогда ездили в каком составе? Вдвоем Вдвоем Это Когда Ну вот Об этом, например, Котов об этом часто говорит Когда Вот Ты хочешь петь? Ты Можешь петь, можешь раскрыться только с человеком, который тебе симпатичен С Человеком, который тебе не симпатичен, петь достаточно сложно Как и там общаться и так далее Ну И так получилось, что просто Почувствовалось вот это Некое единение, которое Стало понятно, что мы можем, что нам интересно петь И потихоньку начал накапливаться репертуар Начали набирать общие песни, репетировать Как-то так все закрутилось Слава Богу, мероприятий было много в тот год, где надо было Поехали на первый же фестиваль, и там нас увидел Степана, точнее, секретарь Союза кинематографистов Сергей Новожилов Да И он сразу пригласил нас в Благовещенск, и мы полетели с какими-то именитыми актерами За три девять земель Ну и фестиваль там проходила «Амурская осень» И все это как-то вот так вот Начало крутиться, вертеться И все И вот сейчас только вот Мы здесь И я понимаю, что столько всего много произошло Хотя Кажется, что Как вчера Что ничего не случилось Ну, в общем-то А вот костерское ядро с репертуара какое? Это казачьи песни Песни казаков Урала Уральских казаков, Оренбургских казаков Дона, Кубани и Терека То есть мы Специализируемся, естественно, на уральской и оренбургской традиции Потому что Да, да, да Хотя отец, поскольку он всю свою сознательную молодость Прожил в Москве Он и сейчас-то, собственно, такой боевой молодой Он провел в экспедициях по Дону И поэтому донская традиция, она для нас вот как вторая родная Ну, собственно, она же начальная, то есть, ну, с нее, я считаю, что с нее нужно начинать Вот, но так как Самое сложное, надо сказать Самое сложное, говорят, уральское Ну, я не знаю, может быть Они просто разные Они разные Не, ну, мне вот разное, так сказать, историчное, говорю, что вот Донская это очень сложно Терская проще Ну, вот так Андрей Сергеевич говорил Ну, Андрей Сергеевич очень любит донскую традицию Ну, вот сейчас мы взяли новую терскую песню Поехал казак на чужбину Она поется у разных казаков У уральских мы поем Мы только знаем три, по-моему, четыре Уральских Поехал казак на чужбину Поехал, да Поехал, да Пять Пять или шесть Начнется Вот Взяли сейчас терский вариант, Миронов и Морозов поют Невероятно Просто Они просто очень разные Это сложно У нас сейчас здесь в школе Мы с прошлого декабря начали программу подготовки казачьих музыкальных фольклор Где Как раз мы Дедям Даём уже не только основы Этнической культуры А где даём им общее понимание и сравнение Как это называется сейчас в музыкальных направлениях народной культуры В вузах Называются региональные певчевские стили Но нет такой программы по казакам То есть некой сравнительной характеристики Что вот на Дону так-то, на Тереке так-то, на Урале так-то, на Оренбурге так-то И мы сейчас получается её создаём с нуля Мы её систематизируем и приводим Ну потому что говорят Вот есть там по Волжье, есть север, есть запад, есть юг и казаки Причём донские Причём донские, ну там немножко есть Кубань и всё Хотя по казакам это отдельное вообще Да, руководители народного хора У них представление о казачьей традиции Это вот только там дон, ну в лучшем случае Кубань А то, что каждая из этих традиций настолько же самобытна и не менее глобальна Чем там воронежской традиции, белгородская, курская, чем север Каждая из этих казачьих традиций, она имеет свои особенности И их очень сложно вот так взять сказать, что вот этого сложнее, это проще Там абсолютно разные нюансы Если дон это широкий диапазон голосов Если это крепкие дишканта, если это, значит, крепкая твёрдая подача звуковая То терек это очень гармоничная традиция, где голоса, вот как речка переливаются Как терек, как горная речка Они очень плавные, они очень красивые Они очень витиеватые Причём вот эта витиеватость, она в лёгкости достигается Не в напоре, а в лёгкости Это тоже очень сложно Особенно, если ты привык к донской традиции, потом перестраиваться на терскую И точно так же А как у нас все даются вот в одном программе, да, вот, разное, ну, если как-то подача в голосе стиле Это нам действительно тоже будет, да? Ну, не знаю Или вы уже выработали свой стиль На самом деле, я думаю, что он у нас У нас есть свой стиль, и каждая песня всё равно исполняется нами, так как исполняем её мы Я не могу сказать, что когда мы берём песню, мы берём её и прямо в точности её копируем Хотя мы к этому стремимся Да, то есть когда мы учим, мы учим только записи Мы никогда не учим по нотам Мы никогда не учим песню, которую мы вообще не знаем и просто вот текст и там Да, которая непонятный мотив может быть То есть мы стремимся к работе К работе с этнографией детей Приучаем наших к тому, чтобы, ну, я имею в виду не этих, а учеников Ну, это тоже К тому, чтобы они работали с этнографиями Потому что сейчас появилось много записей в фольклорных коллективах Крепких, там, таких как казачий круг, там, как Братина, если из казачьих говорить, если из таких не казачьих, там та же самая воля и многие другие Но, опять же, они учились этнографией, они учились носителей И получается, что вот традиция, такой сейчас аналогию приведу, это ключевая вода, чистая-чистая И когда мы ее берем из источника, наливаем ее в какой-то сосуд Она уже чуть-чуть меняет свое наполнение и структуру Потом мы берем, переливаем из этого стаканчика в другой стаканчик, в третий Во-первых, ее количество уменьшается, во-вторых, ее качество также уменьшается Поэтому мы всегда говорим ребятам, что нужно работать с этнографией Потому что именно по ней мы можем выяснить признаки той или иной традиции Потому что кроме общих признаков традиций, есть еще особенности исполнения данного конкретного народного исполнителя Вы сейчас едете в полевые экспедиции? Да, ближайшая наша экспедиция будет вот этим летом Весной две? Ну, не весной Ну, одна весной, вторая летом А какая весной? На Дон мы едем в Наванинск А, ну С ребятами, да, мы вывозим учеников Наванинская станица Город, город, да, Наванинский Бузулук Там ансамбль «Казачья удаль» Откуда? Ну, вот два ансамбля там, таких крепких Это Бузулук и Казачья удаль И в Казачья удаль до сих пор Ну, в Бузулуке, по-моему, тоже есть Да Носители, бабушки, дедушки Которые в этом выросли Я считаю, что они все носители Мы туда приезжаем обычно на фестиваль «Красная горка» И они собирают туда многие коллективы Ну, там с Березовской приезжают Да, приезжают бабушки с Березовской Вот там, собственно, я и одно из мест, где мы жили Станица Березовская на реке Медведица Где еще до сих пор и моего папу и маму Бабушки вспомнили Степу Да, они вспомнили, что вот этот бородатый человек Это, оказывается, вот сын Юрия Нестерова Который там маленький беговый Который плясал, помнишь, плясал Змей за хвосты хватал Вот И летом мы планируем поехать к казакам-некрасовцам На Ставрополье И еще по дороге заглянуть на родину Валентинов Станицу Спокойно От Радинского района Там до сих пор тоже еще есть То есть Валентина казачья корня? У меня... Ставропольские? Да Кубанские Это Кубань, да, это Традинский район У меня по бабушке есть казаки Слышла про свой Лён и Лён прикатан Притолчёный, да ПЕСНЯ Мы, поскольку стараемся, кроме изучения, сделать большой акцент на возвращение песен в быт современный, и не только песен, но и в принципе традиций. Мы очень много работаем с молодежью, участвуем в молодежных форумах, в частности проводили два года подряд Всероссийский форум «Селигер». И там территории смыслов принимали участие. И там мы проводили вечерки с молодежью. Это было потом самое большое открытие. Да, поскольку мы, несколько варясь в своем соку, общаясь с фольклорным сообществом, все равно не отдаешь себе отчет, насколько фольклор ценен для сторонних людей. Для внешнего мира. Да, для внешнего мира. Мы живем в такой вот фольклорной тусовке, потом, когда мы оттуда выходим, мы выходим, и мы как будто бы в другом мире. И вот на этом «Селигер» можно сказать? Пожалуйста. Было мероприятие ежевечернее, дискотека. Ну, там много было мероприятий в вечернее время. Одновременно дискотека, одновременно концерт каких-нибудь там модных исполнителей, киноклубы, дискуссионные площадки и так далее. То есть большое количество мероприятий по желанию. Да, и вот в первый же или во второй же вечер, когда мы туда приехали, во время дискотеки, ну мы же не ходим в дискотеки, вот, и мы решили устроить что-то, альтернативу. Мы весь день курсировали, ну так периодически, по всему лагерю, просто с гармошкой, с балайкой, с песнями. К нам подходили молодежь, просто вот с горящими глазами спрашивали, что такое, что такое. А где можно что-то поделать, у нас что-то будет. Мы говорим, ну вот приходите, вот столько-то, вот столько-то, большой шатер и пообщаемся. Так случилось, что в условленное время, в условленном месте собралось около 300-400 ребят. Ну, поначалу там собралось где-то порядка 100, потом мы начали с ними играть, играть, танцевать. Ну, в этот же вечер, потому что в первый же вечер. Да, и быстро собралось там до 300 человек. Да, и у нас был один гармонист, Коля Мельников из Челябинской области, Степан, я и Устинья, сестра Степана. Все, никакой команды, никакого оборудования, никакого освещения, темнота. Деревянный пол, крыша, там озеро, там где-то грохочет дискотека. Никакой техники. Нет, никакого звуковой техники, никакого света, то есть это большой шатер, это была такая на сваях крыша и деревянный пол. Максимально, как выезжают к естественному слову. Да. И получается, поскольку там 300-400 человек, когда пляшут, тем более на деревянном полу, где доски ходят, там, если, например, это какие-то линейные вещи, линейные кадрили, то то, что происходит на одном конце, уже не слышит другое. Гармонист сидит вот здесь, люди его не слышат, они, ну, на 20 метров, они уже его не слышат, но при этом они стоят, у них глаза горят, они пляшут. Что-то топают, хлопают там, пляшут, да, смотрят, что там впереди происходит. Вот это было, пожалуй, самое большое открытие, которое дало нам толчок на то, чтобы переехать в Москву, на то, чтобы открыть канал. Ну, для того, чтобы заняться более широко продвижением фольклора, как темы, как, может быть, даже как некого бренда, как создание еще одного гадкого слова «тренда». Хватит. В Екатеринбурге все-таки не было такого, да, возможности выхода на широкую? Ей была, но, опять же, Екатеринбург – это маленькая достаточно по сравнению со всей страной площадка, если говорить о поддержке и запуске каких-то широких массовых движений, естественно, гораздо проще все это сделать отсюда, из Москвы, тем более, что мы сюда-то приехали помочь запуститься казачьему молодежному движению, поскольку там, на Селигере, проводилась смена казачьей молодежи, которую мы и проводили, и организовывали. Это какая-то организация, имеющая название, или это неформальная? Изначально неформальная, но теперь, благодаря нашей работе, появилась ассоциация поддержки молодежного казачьего движения «Союз казачьей молодежи», запуском которой непосредственно я занимался, и теперь она создана, у нее более чем в 60 регионах России активисты этой организации, и удалось запустить на широкую, в том числе с помощью массовых средств информации, тему казачества и казачьей молодежи, и через нее тему казачьей культуры. То есть это итог трехлетней работы, начиная с Селигера до прошлого года, наверное, до сентября, 5 лет. Нам кажется, что одной из текущих проблем в развитии фольклорного движения как раз в том, что он не имеет широкого массового представления. То есть люди про него просто не знают в большинстве о своем. И как раз, когда создавался Союз казачьей молодежи, одной из его задач, целей, которую он мог решать, было как раз продвижение вот этих важных тем, продвижение традиционной культуры, и в том числе удалось на Селигере задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину про Центр казачьей культуры. И я так понимаю, что это тоже внесло определенную лепту, и в результате чего уже с прошлого года сейчас по стране формируется и открывается сеть учреждений Центра казачьей культуры. Уже государственных? Уже государственных учреждений, один из которых планируем мы открыть здесь, в Школе искусств имени Балакирева, на базе фольклорного отделения. И сейчас у казачьих коллективов, по крайней мере, такая возможность есть утвердить свой статус, утвердить свое положение, получить ставки, ресурсы, чего, к сожалению, нет сейчас у не казачьих коллективов. Здесь, в Школе искусств Балакирева, уже чуть ли не больше 25 лет существует фольклорное отделение. С 2014 года я являюсь педагогом этого отделения. С ребятами работаю, преподаю им вокал, пение, танец, пляску, мальчишками занимаемся, работаем в ансамбле. У нас с моего прихода здесь появился казачий и детско-юношеский ансамбль «Витязи». Витязи, да. Вот так получилось, что ребята собрались, обсудили, вот им понравилось это слово, и вот они сказали, мы хотим быть Витязи. Я говорю, ну хорошо, раз Витязи, ну Витязи. Вот, и с этого года мы, точнее уже с прошлого года, мы открыли казачью программу подготовки, где мы, ребят, уже готовим к работе в этом направлении, в направлении фольклора, то есть чтобы они не просто там что-нибудь могли спеть, сплясать, а чтобы они знали, какие региональные традиции, с чем они отличаются, чтобы они осознанно к этому подходили, и чтобы они потом могли научить других, и чтобы они были готовы идти уже по этому направлению как специалисты, потому что большая вторая проблема, как мне кажется, кроме распространенности в фольклорном движении, малое количество специалистов. То есть есть много людей с огромным опытом полевой работы, собирания экспедиции, но когда они приходят в любое учреждение, у них спрашивают, какое у вас образование, профильное, непрофильное. Они инженеры, художники. Да, им нечего сказать, и они не могут оставить свою позицию как специалисты. Поэтому кроме вот той воодушевленности и рачительности по отношению к материалу фольклорному, должна быть еще и уровень специалистов знаний и навыков, который мы как раз, интерес которым стараемся ребятам привить. Поэтому Степан, помимо инженера мехатроника, теперь еще дирижем народного хора. Да, руководитель народного хора. Тут труднее всего достается. Полагаемым ребятам, посвоение казачьей культуры. Характер. 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 Что значит характер? Повторить мелодию, ну вот как я вначале говорила, что повторить мелодию может почти каждый. Повторить движение может так же каждый. Но сделать это так, чтобы это движение обрело жизнь, чтобы оно было не искусственное, чтобы оно было не собезьянничать, а прожить его. Прожить песню, спеть не музыку, а спеть смысл. И не просто проговорить, да, там как-то, а понять, что эта песня несет, что она дает, что она дает тебе, как ее так спеть, чтобы тебя поняли. Только Григорий Никитенко говорит, что в песне главное это слово, и мы должны это слово передать. То есть мы... Да, нам это очень близко, потому что мы не поем музыку, мы поем смысл. Да, мелодия, она просто передает. И опять же, чтобы это было... То есть можно, например, и марш какой-нибудь спеть лиричненько, но он от этого перестанет быть маршем. Вот так же с казачьей традицией есть характер, есть стержень, который должен проявляться, не важно, там эта песня протяжная, либо там эта песня походная, либо там это любовная. В ней все равно есть характер, есть стержень, который показывает, что это песня казачья. Ну, это так, из общих таких банальных признаков. Милый мой дружок, как с тобой гуляли. Вспомни, милый мой дружок, как с тобой гуляли. Мне кажется, знаете, что самое эффективное у нас? Это когда, например, Степан Юрьевич запевает песню, говорит ребятам, песню знаете? Они говорят, нет, пой, пой, и все. Мы поем, и они за следом. Да, это самый эффективный метод, вот, спеть песню так, чтобы... То есть изначально они споют не музыку, они споют не стихи, они включатся в характер. Потом они поймут, о чем это. А потом они найдут себе какие-то музыкальные, там, мелодические ходы. Ходы, да, но не теряя смысл и характер. То есть важно очень в... Ну, вот, чему мы постоянно находим подтверждение, это... Хорошо. Секреты. Чему мы постоянно находим подтверждение, это личный пример. То есть если есть личный пример педагога, как он живет, как он чем занимается. Вот очень приятно, нам вот как-то ребята сказали, мы так похвастаемся немножко, вот, наши ученики. Я говорю, вот, ребята, там-то, там-то будет вечерка. Они такие, хорошо, а вы пойдете? Мы говорим, ну, мы не знаем, у нас там еще могут быть планы там семейные. Они говорят, ну, тогда мы, наверное, не пойдем без вас, как-то вечерка так себе. То есть когда вы не проводите. Ну, это, конечно, очень приятно. И здесь получается, если вот этот дух у тебя есть, если у тебя есть вот эта необходимость петь, необходимость плясать, необходимость там играть казачьи песни, то она проявляется и у твоих учеников. Опять же, есть те, кому это не близко, и они, там, ни шатка, ни валка, они постепенно от этого отходят. То есть, с другой стороны, на их место приходят те, кому это более интересно, кому это близко. И таких ребят, их, конечно, сразу видно. Взять какой-нибудь класс, и вот там наш парень и все остальные мальчишки, девчонки. Их сразу видно. Они уже ведут себя более осознанно, более по-взрослому. Мы стараемся как раз им привить вот это хозяйское отношение. Хозяйское отношение с песни, там, начиная, что ты пой как надо, а не как там получилось. С пляски, там, если парень с девушкой танцует, то парень ведет, девушка откликается. Это же тоже очень сложно взять и откликнуться. Хотя сейчас у нас в нашем мире в большинстве случаев девчонки лезут вперед, им ввести надо. И на иной раз приходится говорить, вот ты девочка, вот ты сейчас просто откликаешься, пока тебе команду не дадут, ты не делаешь. Это же тоже надо терпение иметь. И мальчишкам, соответственно, их роль понимать, что они парни, пока они не сделают, ничего не будет. Такой показатель прям вот очень заметный, когда начинаешь проводить вечерку, и видишь, что женщина выводит мужчину, женщина говорит, вот так, вот так, давай сейчас, вот ты меня держи. Вот, и он, ну, как бы... И ничего не получается. То есть народный танец сразу, он у них не получается, он сразу становится для них гораздо сложнее, потому что там же все по-другому должно быть, там парень должен... Ирархии-то нету, когда нет ирархии, вообще ничего не работает. И сразу становится несуществимо, хотя все рядом все делают, у них не получается. Какая у тебя, Елисей, любимая песня казачья? Повода вам снежочки. Повода вам снежочки. Хороший вкус. Я позволь тогда еще по поводу вашего дуэта, почему сокол? Юношеский ансамбль, в котором я был у отца, он назывался Соколенок. Соколята? Соколята. Соколята? Соколята. Он назывался Соколята. И, ну, потом, когда я вырос, соответственно, Соколят кто потом появляется? Соколы. Ну, и тем более, что это название тоже было не случайно. В русской традиционной культуре, в частности, в казачьей, есть определенные образы, символы, которые символизируют мужчину, женщину. Например, если говорят про дородного мужчину, как сейчас говорят, в полном расцвете сил, то это символ орла. А если говорят про молодца, про юноши, ну, не про юноши, а именно про молодца, ну, вот как раз что-то среднее между юношей и вот таким уже зрелым мужчиной, это Сокол. Молодой Сокол, там, Соколики мои, много таких примеров и в фолькторе, и в литературе. Поэтому для нас он является таким, не просто названием, но и несет в себе некую суть, что вот мы молодежь, и мы стараемся этому соответствовать везде, там, поиск названий. Вот для вас главное, вот приоритеты какие? Живое выступление, вот как бы на Селегере, концертное выступление, вот я сейчас говорил, дуэти вашей, или студийные записи. Кстати, они есть у студийных записей? Мы сейчас как раз над этим работаем, раскрою маленький секрет, пока никому еще не говорили, но, да, некоторые студийные записи мы делаем. Если выбирать между выступлением на сцене и работой вживую, вот, проводя, как-то, так скажем, интерактив. Вечерку там проводя. Это вот, это две разные деятельности, хотя бывает, что мы проводим концерт, в этот же день, ну, нас когда приглашают куда-то в регион, и мы едем, мы проводим сначала большой концерт, там где-то выступаем, участвуем в программе, или проводим же сольную программу. После этого мы проводим мастер-классы, там, где мы, ну, делимся опытом, да, как брать, как учить, как исполнять, а дальше проводим вечерку. Вот, это вот самый такой классный формат работы, да. А есть у вас взрослая студия для взрослых? Есть. Казачья песня? Есть. В работе, да? Да, это вот как раз во втором учреждении, в котором мы работаем, культурный центр «Лидер», там у нас есть, значит, студия «Маленькие детки» занимаются. Соколята. Соколята, да. Там у нас занимаются молодёжь с 14 лет, там, неограниченно. До 35. Да, до 35. И с 35 до там, хотя не возбраняется к нам и на молодёжную студию, часто бывает более взрослого. Да, мы неограничим просто по духу, если человек готов. Есть у вас такое ощущение, что вы заметили, что действительно куплен довольно огромный, ну, это большой материал, в том числе казачьи песни, благодаря фольклорным экспедициям, научной работе, расшифровке. И, в общем-то, этот этап накопления уже, как бы, если хотите, завершается, но хотя бы потому, что уже Мал вообще поёт относительно, да, и по тем же станицам. И вот второй этап, важный второй этап наступает, что действительно надо теперь приохотить в быту, чтобы люди пели. Да. Потому что, с одной стороны, концерт – это замечательно, но сейчас много же, да, у нас и коллективов, и поют. Материалов тоже много, уже и не перепеть, собственно говоря, да, уже сотни песен, и одному точно не перепеть коллективу это всё. Ну, конечно. И вот, действительно, может, на первый план есть такое ощущение, вот выдвигается именно вот живая работа, чтобы люди дома пели. Ну, как раньше, потому что, повторюсь, концерт – это всегда подмосток, это всегда пассивный кто-то, да, и кто-то активный. Можно сказать? Вот вы как чувствуете вот эту вот важность? У нас люди, они подвержены влиянием чего-то, вот, что более агрессивно на них влияет, вот, то они и потребляют. Ну, например, да. То есть, если они слушают песни поп-музыкантов, они на кухне, жаря оладушки, будут петь эти песни. Ну, напевают просто, как говорят, сейчас заело. Я знаю, что мы можем проводить интерактив, я знаю, что мы можем преподавать, и всё это у нас получается, насколько… Не знаю, ну, получается как-то. Конечно. Вот. Но я думаю, что мы можем преподносить фольклор так, чтобы люди им заражались. Ну, вот, собственно, показателем результативности нашей работы вот в этой сфере является наш канал. Мы не ожидали… Как называется? Степана Валентина Нестерова «Сокол». Ютуб-канал. Да. Так можно просто в гугл ввести Степана Валентина Нестерова, мы там выскочим. И мы получаем удивительные комментарии под нашими видео. Я порой просто сижу, открываю, и у меня слезы наворачиваются. Люди пишут о том, что «ребята, я никогда такого не слышал, я сижу и плачу, смотрю 50-й раз». Хотя казалось бы, просто вот взяли и спели. Мы даже не заморачивались, мы просто вот так же поставили камеру, сели, спели. Ну, правда… Здесь, кстати, тоже, да, вот здесь на этом фоне записано у нас одна из популярных, Мурыховского, кстати говоря, «Утро, шел бы и вечером поздним». Это я к чему? К тому, что благодаря вот даже тому, что мы сделали, вот такой небольшой шаг совсем, то есть мы не ходили далеко, люди узнали новые песни, которые они не знали. Они начинают их петь. Мы иногда слышим, что на концертах поют песни, ну, видно с нас. Ну, какие-то ходы, которые мы делаем. Да, и мы не пели бы ведь. То есть такая деятельность, когда ты в концертное, если хотите, ну, это тоже можно сказать в некотором смысле концерт. Ну, в люди, в люди. То есть на большую публику, да, она очень важна. Это прям вот незаменимый этап. А потом, после этого, я думаю, это какие-то интерактивные вещи, будь то пляс или будь то какие-то… Ну, личные, то есть из рук в руки. Традиция, традиция, она передавалась… Да, непосредственная передача. …передается только из уст в уста, из рук в руки лично. Это я всегда, традиционно говорить. Но для того, чтобы это было возможно, нужно, чтобы была достаточно атмосфера. То есть, чтобы пели дома, это должны быть семьи, которым это нужно и интересно. Это не так, что вот там юноша или девушка интересуются фольклором, а вторая половина не интересуется. Они не будут петь, безусловно. Поэтому это должна быть ячейка, сложившаяся, коснувшись традиционной культуры. Или наоборот, имеющая, ну, какую-то предрасположенность, потом коснулись и начали вместе петь. То есть, очень здесь важная составляющая вот такого передачи личного, как, ну, то, что называется интерактивные вещи, из рук в руки. Там вот провели свадьбу для какой-то пары, а они уже больше интересуются фольклором, там, песнями. Вот мы на последней свадьбе проводили, там вообще у нас не звучало песен нефольклорных. То есть, мы исключительно там пели свадебные песни традиционные, какие-то не свадебные, но тем не менее тоже фольклорные песни. И вот там сидела молодежь, они все подпевали. То есть, уже подрастает поколение, которое сами, не прикасаясь напрямую к фольклорному сообществу, субкультуре, они уже как-то что-то где-то слышат, и уже что-то им нравится. Они уже вырастают. Они просто шли и все песни выучили. Да, вот такие были. Они слушают братья, но они слушают казачий круг, они там слушают еще какие-то коллективы, и уже до них, получается, это дотянулось. Уже как-то их начало заворачивать в сторону традиции. Потом они встречаются лично с теми, кто там с ними вечерку проведет, с ними там споет вживую лично, и у них этот переключатель щелкает. Они понимают, что это близко. Они понимают, что это близко. Они могут, они что-то тоже могут. Они вспоминают, что у них, оказывается, когда-то бабушка говорила, что она казачка, дед-казак, а вот многие говорят, а вот у меня там бабушка, дедушка пели, или там играли на гармонии, на баяне у кого, на баяне играли. В общем, просыпается генная память. Подход должен быть комплексный, начиная от большой сцены, заканчивая проведением какого-то небольшого вечерочка за песней, за чаем. Да, но тем не менее мы считаем, что сейчас как раз... Хорошо, Алексей, можешь бежать. Накопленный сейчас материал, он просто огромен, обширен, и по нашему мнению обязанностью фольклорного коллектива... Ну, это мы никому в обязанность не ставим, просто мы сами так считаем, сами так живем. Кроме освоения этого материала, взять его себе в репертуар, нужно еще и этим обязательно делиться, чтобы люди слышали эти песни вживую. Потому что какой смысл нам сейчас навыучивать много песен, и потом их с собой в земельку унести? Ну, так это не просто какое-то хулиганство, это, мне кажется, даже преступление, что мы этот материал нахапали и его никуда не передали. Не фольклористов, а подхода фольклорного коллектива, нашего, я сейчас говорю про нас, про наш коллектив. Это вот наша позиция, и мы ее стараемся как раз реализовывать. Поэтому мы уделяем время и изучению, и несению, может быть, даже как минимум 50 на 50. Как у нас переводится с английского фольклор «Народная мудрость», вот для меня песня как раз является вот этим сборником народной мудрости, и, как замечательно тоже Николай Васильевич Гоголь говорил, что это народная история живая, яркая, которую мы не читаем в учебниках истории, что вот был такой-то факт, тогда-то, да-то, то-то, то-то. А мы понимаем, как и что для людей было важно. И трудно называться русским, трудно быть там частью какого-то народа, национальности, любой, если ты не знаешь своей истории и своей культуры. Потому что знание своей истории, ну, у нас там большую часть истории немцы написали, ну, что, они от этого, что ли, как-то имеют отношение? Нет. А те люди, кто живёт, кто живёт народной культурой, кто прививает, да, как сейчас модный нынче термин «русский мир», да, кто вот эти ценности передаёт детям, воспитывает их в этом, кто поёт свои песни или хотя бы знает. Вот это как раз и есть соль земли, соль народа. И песня, она как раз является источником вот этой, с одной стороны, мудрости, где мы понимаем, как там мужчина должен с женщиной обращаться, как мужчина должен воспринимать свой долг перед Отечеством, перед Родиной, как он должен к товарищу относиться. С одной стороны это, с другой стороны, когда ты поёшь, это определённый эмоциональный настрой. И ты как будто, если проводить аналогию с музыкальным инструментом, ты настраиваешься на тот правильный, на тот нужный, тот лад, ту тональность, благодаря которой наш большой народ ещё существует, благодаря которому мы живы и, надеюсь, будем жить ещё долго. Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода